От Ивановского ситца к Ивановскому трикотажу. Текстильный край исторически славится разнообразием продукции легкой промышленности. О том, как поддержать современного предпринимателя, поговорили в точке кипения на тематическом дне Комитета облдумы по экономическому развитию. Гости встречи – хозяева крупных и средних предприятий Лехпрома. Власти напомнили, что для уверенного развития бизнеса в регионе уже сделано очень многое. Было принято решение на 2018 год освободить предприятие и организацию от выплаты налога на имущество организации в отношении движимого имущества, то есть так называемый налог на модернизацию. Еще одно новшество, которым так гордится правительство региона – территория, опережающая социально-экономическое развитие в Наволоках. До 2028 года там будут действовать льготные налоговые условия для бизнесменов. Кроме того, всех предпринимателей призывают обратиться к специалистам областного центра инжиниринга. Там можно заказать бизнес-план или проект модернизации производства. 85% расходов государство берет на себя. Если взять, будем так говорить, проект модернизации, самый дорогой, он по федеральным деньгам стоит 400 тысяч рублей, то есть вот считайте, то есть 340 рублей вам будет компенсировано. То есть вам их не нужно будет платить, вы заплатите только всего 60 тысяч рублей. Экономисты отмечают, что прямых дотаций живыми деньгами предприниматели могут не ждать. Если есть нужда в финансах, берите льготные кредиты под 6,5%. Как выяснилось во время встречи, про столь заманчивое предложение знают далеко не все ивановские бизнесмены. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Руководители. Русские субтитры. Русские субтитры.